Подозрительная тишина. Меня вообще слышно? Да-да, Антонин, хорошо слышно. Ну, я не знаю, может быть, южане знают свои проблемы. А северяне, а северянам это пока что не грозит. Поэтому продолжайте, если вопросов нет по этому вопросу, по югу. Может быть, тогда какие-то другие темы осветить. Смотрите, как вам удобнее. Ну, хорошо. Понятное дело, что, наверное, нам часто кажется, что, как сказать, ваши проблемы нас не касаются или наши проблемы вас не касаются. Но что могу сказать, что вот теперь уже, глядя на картинку пчеловодства в широком, более широком, скажем так, в географическом формате, из моих соображений, скажем так, что даже если ты живешь, вот смотрите, здесь, я не знаю, из какой географической, из каких географических точек здесь пчеловоды собрались, Но мы должны понимать, что поскольку сейчас очень большое количество идет пакетов из южных регионов, и это не, и это чаще всего не южные регионы, такие как Краснодарский край, скажем так, а скорее всего это Узбекистан, то мы должны в северных регионах тоже начинать уже больше шевелиться и понимать, что риски потерять пчел у нас становятся с каждым годом все выше и выше. То есть нам везут клеща в северные регионы в очень больших количествах. Вместе с клещом везут большое количество сопутствующих заболеваний того же там мешка, да, я молчу там о более серьезных таких, как Гнилец, тут уже я как бы не пойму, не гор называется. Поэтому я не имею права говорить, что кто-то откуда-то кого-то возит, но то, что я видела, я говорю о том, что я видела, и то, что я щупала собственными руками. Вот. А получается так, что пчелы-пчеловоды, мы очень хотим водить пчел так, как деды водили. Мы очень хотим не думать о том, как менять подход к пчеловождению. Получается, что южане уже давным-давно перешли на многократные обработки от клеща в течение сезона. А пчеловоды северные, скажем так, они не понимают вот этих проблем, но все чаще сталкиваются с проблемами слетов пчелиных семей, потому что раньше столько клеща не было. Или раньше из-за клеща у меня пчелы не слетали. Раньше я всегда лечил бипином осенью. Раньше я всегда оставил полоски. И вот это слово «раньше» у нас не получается так. Раньше и машины ездили по миллиону километров и спокойно со старым двигателем. Но с одним двигателем. Сейчас так не получается. Сейчас делают такие двигатели, которые не могут столько ездить. Сейчас пчелы испытывают такую нагрузку, потому что все эти лекарства, вся эта химия, она вся перешла везде, по всей стране она шагает. Тот же рапс, тот же подсолнечник. Все это нужно обрабатывать химией. И поэтому мы должны понимать, что все эти проблемы, они к нам идут. На север они двигаются. И обратить внимание на то, что если ты раньше, например, жил в... Если ты раньше жил спокойно, и вокруг тебя были дикие медоносы, а мы с вами все-таки, наверное, лет 25 точно жили спокойно, наверное, сельское хозяйство в районе Поволжья и в районе того же, там, той же Смоленской области, оно пришло в такой упадок, что я, например, будучи там в Бутурлинском районе Нижегородской области выросла, у нас там поля не обрабатывались там десятилетиями. А сейчас пришли и стали обрабатывать землю, сеять рапс, сеять зерновые, сеять тот же подсолнечник, да? И все это они стали обрабатывать уже гербицидами. А если пчелы не потравили, то как бы нам повезло, да? Но мы должны понимать, что все эти пестициды, они через нектар попадают в зобик пчелы, в улей. У меня есть такой дедушка, такой он весьма условный пчеловод, он сам по себе, по образованию он пчеловед. Если честно, очень непривычно мне читать, рассказывать что-то вот в воздух просто. Поэтому я уж извиняюсь за несобранность, наверное, мыслей. Он пчеловед. Так вот, Игорь Михайлович всю жизнь проработал в университете Патриса Лумумбы и изучал состав почв. И он как раз сказал, что я выработал такую систему, скажем так, анализа состава почв, где состав почвы полностью определяется в меде с данной земли. То есть он говорит, что мед, который собран, например, в данной местности, по химическому составу полностью повторяет данную почву. То есть что мы понимаем? То, что если мед получен в диких условиях, он получил только то, что в природе, природой заложено. Если мед собран в поле, которое стало обрабатываться пестицидами, то мы должны понимать, что какая-то часть их в виде, может быть, уже распавшиеся какие-то их остатки, они все равно попадут в мед. Может быть, их содержание не превысит каких-то предельно допустимых норм, которые допустимы там в меде, но если мы об этом не будем думать, если мы это будем игнорировать, то мы с каждым годом будем сталкиваться все в большем количестве заболеваниям, которые мы не знаем, каким образом помочь пчелам, как с ними справляться. Я как-то доступно объясняю? Да-да, Антонин, очень доступно. Вы представьте, что вы, как всегда, выступаете перед теплой, близкой аудиторией. Вы говорите, что непривычно в воздух говорить. Все нормально. Людей много, все внимательно слушают. В том-то и дело, что когда перед аудиторией ты им в глазах посматриваешь и видишь, что они про тебя думают. А тут-то непонятно, что они про тебя думают. Вот. И как бы понимаешь, что с каждым годом эти же поля все больше и больше обрабатываются, и что и удобрения все-все-все попадают в почву, и все-все-все будет переходить потом волей, этим же будет кормиться детка, этим же будет кормиться молодая пчела. И у этой молодой пчелы будет все ниже и ниже, скажем так, резистентность. Почему? Потому что это не совсем... Ну, вот как наши с вами дети, скажем так. Мы же сейчас их тоже растим на... Они тоже растут, потребляют очень много искусственных кормов, искусственных каких-то добавок. И мы понимаем, что с каждым годом организм становится все слабее и слабее, что все больше аллергиков становится. Все то же самое происходит с пчелами. Они каждый год потребляют эти же самые пестициды, гербициды. Поэтому, если мы на это не будем обращать внимания, то мы рискуем очень сильно и мы должны им помогать. Вот, много раз говорят, вот, насколько часто нужно менять матку. Я матковод, я деньги зарабатываю с продажи маток. И, конечно же, из моих уст услышать фразу, что матку надо менять каждый год, естественно, логично будет каждому там из вас предположить, что моя задача продать вам матку. Я как бы, я с вами согласна, что это нормально так про меня думать. Но представьте себе, что каждый должен сам для себя решить, как часто он это будет делать. Но представьте себе просто, что матка это та пчела, которая круглый год находится в уле. Это та пчела, которая ни разу, ни один цикл она не меняет. То есть, если обычные пчелы каждые там 40 дней обновляют свой, ну, то есть, вся пчела обновляется, то есть, предыдущая уходит, которая предыдущую гербестицидную нагрузку испытала, следующая приходит. Мы обрабатываем от воротоза плюс добавок, дадим им там и аметразы, и флаволинаты, и чего-нибудь еще, и флометрий нам добавим. Мы не можем себе позволить это не лечить клеща, потому что если мы не будем лечить пчел от клеща, то мы потеряем семью, либо мы теряем матку. Вот как выбрать, кем рисковать, кого теряем мы. Поэтому, как часто менять, пусть решает каждый для себя, но нужно понимать, что это та пчела, которая круглый год. и пестициды, которые пчелы приносят и через нектар и все это попадает и в маточное молочко. И химическая обработка от клеща. Все, все, все эти обработки испытывает матка. То есть, а пчелы, поколение пчел, они меняются рабочих, и они, конечно же, такого количества нагрузки, может быть, каждое поколение само по себе может быть, еще не испытывает. Поэтому нужно ли менять ее или нет? Нужно, наверное, все-таки принимать решение от того, что мы, каждый должен посмотреть вокруг себя. Насколько я нахожусь в экологически благоприятном регионе? Насколько у меня здесь сейчас обрабатывают поля? Чем они обрабатывают? Что у меня было раньше, что у меня сейчас? Стали ли поля там у меня каждый год обрабатывать? Стали ли у меня пчелы? Носят ли они у меня с диких медоносов нектар? Или, может быть, они у меня перешли на другие типы кормления? Понимаете, шире надо смотреть на картину общую, скажем так, именно кормовой базы. Если мы этого не научимся делать, анализировать и принимать решения уже самостоятельно, моя задача только дать вам информацию к размышлению. Принимать, давать какие-то решения готовые, я не могу, у меня нет на это права, потому что я не вижу вокруг вас вашей ни кормовой базы, ни ваших целей, ни ваших задач. Поэтому насколько часто менять решает каждый сам по себе. А вот то, что матка, что испытывают ваши матки в течение сезона, вы знаете лучше, чем я или чем кто-то либо из нашей группы, скажем так. и спрашивать у кого-то, как часто мне ее менять, а вот как часто ты меняешь, а я тоже так буду делать, как ты. Если вы хотите учиться у кого-то, то учитесь лучше у того, кто живет в вашем же регионе, в вашем же соседнем может быть районе. Но вот говорить так, что вот Витька например там в одном районе делает вот так вот, который от вас там в 100 километров, и я буду делать то же самое, на сегодняшний день это уже становится немножко так знаете, на Витьку свесить ответственность за состояние вашей пасеки не получится на сегодняшний день. Нужно научиться самим анализировать и делать выводы, скажем так. Вот. Как-то вот так, наверное, именно по здоровью пчел. Именно вот на это обратить внимание. Я для себя, например, поняла, что да, про биотики здесь был вопрос такой, что решение по пробиотикам, оно принимается точно так же, как и решение по замене маток. То есть вы понимаете, что в вашем регионе они нужны, либо они вам не нужны. Если у вас, извините меня, рядом хвойный лес, у вас рядом растет, ну, вспомним, давайте, КАС-81, тот же самый, да, один из весьма таких эффективных, скажем так, биологических помощников пчеловода в оздоровлении пчел. Я не скажу, что в борьбе с заболеваниями, но в общее оздоровление пчел, оно очень актуально на сегодняшний день. Вот. Что у нас есть на местности? Если у вас есть хвойные деревья, насаждение неподалеку, если у вас везде тут растет вокруг полынь, то, скажем так, зачем вам этот КАС? Вы его никогда не испытаете, его воздействие на ваших пчел. Если вы все лето несете с одного, с одной монокультуры на другую монокультуру в течение сезона, и они постоянно с одного, там, они после АКАЦИ хватанули, побежали вы, там, на какой-нибудь эспортет пассивной, потом ломанулись на какой-нибудь, ну, на пассивные медоносы, которые, вы знаете, что они испытывают химическую нагрузку, ну, будьте готовы к тому, что ваши пчелы будут слабеть, общее состояние пчелиной семьи будет слабеть, и клещ будет на них сильнее действовать, и они будут слабже. Поэтому давать друг другу советы, находясь в абсолютно разных условиях, климатических, кормовых, кормовой базы, очень трудно, и я считаю, что это некорректно и некомпетентно. Просто нужно понимать, что так же, как и у человека, 70% иммунитета находится в кишечнике. То есть, если, как на школе учили, в каждом человеке живет от 3 до 5 килограммов бактерий, да, и все мы знаем, что они нужны человеку. Насколько они нужны человеку, мы никогда не задумывались, да, знаем, что бактерии есть, и как бы и биологию сдали в свое время, и как бы забыли про это дело. А эти самые бактерии, про которые нам с телевизора с каждого там, с чайника кричат, бифидобактерии, пейте то-то, там лактобактерии, там какие-то еще бактерии, но в чем их суть, мы как бы не сильно вникаем, да, а суть в том, что никакие витамины, микроэлементы, они чаще всего не будут усваиваться организмом нашим, если в нашем организме погибнет вот эта полезная бактериальная среда. то есть сколько бы яблок лимонов и апельсинов не съели, если у вас в кишечнике нет нужного количества бактерий, которые их помогут перевести для понятного для организма форму, организму, они у нас не усвоятся организму. Если у нас не будет в кишечнике нужных бактерий, они у нас много чего, пищеварение не будет полноценным, организм не будет полностью получать всё, что ему нужно. Каким образом мы теряем этих бактерий? Мы теряем этих бактерий, первое, антибиотики, да, почему говорят антибиотики очень сильно плохо влияют на иммунитет, то есть убивают иммунитет. В чём вот этот механизм воздействия этих антибиотиков? То есть они мы едим антибиотики, они убивают у нас всё. То есть и полезное в нашем организме и вредное. В первую очередь убивают вредное и во вторую очередь они убивают полезное. Наш организм становится после этого каким-то таким стерильным организмом, в котором сейчас кто-то должен поселиться. Как правило, компетентные врачи нам чаще всего к антибиотикам прописывают пробиотики. Но часто ли мы выполняем все условия врачей? Антибиотики мы готовы пить все. А пробиотики часто ли все ли из вас принимали после того, как принимали антибиотики? Так вот, если мы в кишечник не заселим нужную среду, после антибиотиков там поселится чёрт-те что. И после этого не жалуемся на то, что мы опять болеем, что нам плохо, что мы себя плохо чувствуем. Точно так же и с детьми. Поэтому чуть что хвататься за антибиотики, на мой взгляд, это немножко неправильно, наверное. Немножко необдуманное отношение к своему организму. Теперь то же самое переводим на пчёл. Один мой немецкий хороший знакомый врач сказал такую фразу пестициды убивают всю кишечную микрофлору. То есть мы понимаем, что если наши пчёлы подвергались воздействию пестицидных продуктов, то какая-то часть микрофлоры у них там гибнет. Может быть, конечно же, в нектар не переходит такого количества пестицидов. И дай бог, если я ошибаюсь, сегодня рассказываю вам вот эти свои передавая вам, скажем так, всё, что я узнаю от людей и то, что я перевожу на понятный язык для вас. Дай бог, чтобы я ошибалась и какие-то мои выводы были неправильные, но чаще всего пчёлы точно так же, как люди, потребляя вот эти самые искусственные корма, потребляя опять-таки моих сахарным сиропом, все мы их кормим, они не дополучают нужного количества питания, и поэтому они должны получать дополнительную помощь в виде каких-то стимуляторов, скажем так, помощников из серии ИКС-81 и пробиотиков, ну и все вот эти решения, они естественно принимаются именно исходя из местности, из кормовой базы, из того, насколько экологически безопасный район, где вы находитесь, где вы водите своих чёл. Теперь я попрошу, наверное, пять минут перерыва. КОНЕЦ